всем привет всем привет с египта ребята перед просмотром видео я вставлю небольшое вступление расскажу вам историю этого видео почему он такое получилось они так как я хотел сразу хочу сказать что как только уехала вали я начал задумываться про какие-то тяжелые экскурсиями до тяжелые это те которые не на час на два на три на целый день там бывает экскурсии больше суток вот почему потому что ну честно сказать в вале не очень интересно ездить на такие сильно исторические экскурсии которые занимают очень много времени а мне это очень интересно я это всегда честно скажу мечтал про поехать в общем выбрал я экскурсию первую экскурсию я выбрал это люксор называется экскурсию за кого экскурсию как обычно мы заказываем только в империи туризма 24 . ком кому интересно ссылочки в описании вот заказал экскурсию называется она супер люксор плюс дендера я сейчас вкратце пробегусь расскажу про эту экскурсию потом расскажу почему я пишу это вступление которое уже я пишу после того как снял это все в общем стоимость экскурсии такой такой 50 долларов мало того хочу сказать это немаловажно что это экскурсия без магазинов что такое магазин и кто ездит на экскурсии знает что час полтора два часа вас завозят какие-то там я не знаю там фабрика папируса фабрика сладости я не знаю какие-то еще фабрики где просто теряется ваше время ваше время драгоценное которое в принципе на экскурсиях лучше лишний раз походить лишний полчаса час там по историческим местам и как говорится получить от этого удовольствия то получается что вы часто проводите в вот этих вот магазинах кому интересно смотрите в описании а тут обязательно если нету лавок магазинов экскурсия стоит немножко дороже но еще раз повторюсь никаких лавок магазинов вот здесь написано крупным внимание программа с курсии входят только посещение исторических мест без лавок без лавок и магазинов так вкратце расскажу что что мы посещали потому что вступление там не сохранилась значит так экскурсия это занимает приблизительно ну почти сутки почти сутки ребята выезд около четырех часов утра вот так 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 сейчас 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 короче около четырех часов утра назад возвращайтесь в районе 11 но и я получается вернулся позже потому что сахал хашиш сургады тут еще около часа добираться из-за этого можно сказать что экскурсия прошла для меня лично порядка 20 часов так что входит в стоимость это трансферы из вашего отеля ну в исторические места назад услуги русскоговорящего гида гид очень немаловажно потому что сами понимаете одно дело бывает экскурсии дешевле сразу хочу сказать местные здесь египтяне говорят там свозят вас допустим не за 50 а за 40 долларов но он же не объяснять ничего не будет просто привез вот и ходи то есть сами понимаете просто посмотреть пощупать это одно а когда вам расскажут именно про эту местность про исторические моменты какие-то интересные моменты то это очень классно хочу подчеркнуть что у нас в экскурсии была девушка экскурсовод на местная египтянка как на арабском не помню имя я знаю что проще она говорил называть ее не на это единственная девушка которая работает по дендере люксору и в общем по этим городам кена город еще вот так что кто будет у нее на экскурсии вам повезло потому что я считаю она профессионал так продолжаю в услуги русскоговорящего гида входят входные билеты на все указанные достопримечательности шведский стол также пересечение нила на лодке в общем это входит стоимость хочу сказать сразу что не входит стоимость дополнительно то что я взял это как бы маленькая дополнительная экскурсия в экскурсии можно еще было взять банановый остров долина царей или дарина долина цариц это сразу здесь прописывается банановый остров стоил 10 долларов если не ошибаюсь это дополнительная оплата если не ошибаюсь долина цариц и долина царей каждая по 20 долларов тут туда не захотел возможно не исключаю что возьму отдельную экскурсию поеду туда к долину царей и долину цариц еще потому что это ну сильно много для одного дня очень много вот еще будет одна экскурсия у меня это банановый остров посмотрите его называют еще фруктовый остров фруктовый берег там кто как короче называют так 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 в общем я в двух словах вам все это объяснил теперь расскажу по каким историческим местам именно эта экскурсия начинается она с дендеры это недалеко от города кена посещением храма богини хад хор хад хор вот прикольных храм красивый конечно неожиданно интересны со своей там огромной историей дальше мы перемещаемся в карнадский храмовый комплекс тоже огромный этот к это самый популярный на на в египте это карнадский храмовый комплекс там где священное озеро жук скоробей и обелиски и все такое потом переправа по нилу это не как не прогулка по нилу это просто с одного берега переплываете на другой берег так потом надо на втором берегу то есть нил там в люксоре делится город мертвых и город живых город мертвых там живут в основном ну считается такие бедные люди а в городе живых живут более состоятельные люди более богатые так потом шведский стол следующие достопримечательность это храм царицы хат шепсут и окончание это колосы мнемона теперь расскажу вкратце почему я вообще делаю это превью этого видео ребята потому что честно сказать в прошла экскурсия я снимал очень много я хотел подробно снять мне самому это интересно я надеюсь это вам интересно кто не был еще или кто был может быть немножко на другой экскурсии или там от какого-то другого может оператора и к сожалению в конце уже самой экскурсии в сами уже вообще в самом-самом конце у меня глюканула камера я не знаю или камера глюканула или карточка это все было без моего участия она просто тупо отформатировалась и все то есть все видео полностью было запорото и мне пришлось брать карточку искать здесь к туристов каких-то из подписчиков отправлять в киев в киеве у меня есть специалист он начал восстанавливать файлы но к сожалению восстановились далеко не все файлы и получилось что но восстановилась процентов 20-30 из того что я снимал из этого видео будет она и принципе она целостная но не такой информативная не такое подробное как я хотел бы из-за этого сильно не критикуйте я его даже думал одно время не выставлять но в принципе день знаю именно на эту экскурсию нара в ближайшее время я не поеду чтобы переснять из-за этого я хотел чтобы на канале была именно эта экскурсия с этими историческими местами в общем поддержите это видео поставьте лайк напишите какой-то комментарий приятного просмотра 70 километров до люксора хорошо сейчас 625 хорошо через час час 15 у нас будет остановка там есть и столе где можно покушать там есть туалет но к сожалению туалет там платный стоит 20 фунтов хорошо а и и и и и и и У нас есть 28 провинций, из них 25 вдоль Нина, и только 3 далеко от Нина. В Толь Нина, например, город Кена, куда мы едем сейчас, тут население 3 миллиона, город Луксур, куда мы поедем дальше, и есть город Хургада, там население только 350 тысяч, это, конечно, большая разница. Там только 350 тысяч, а в Каире 25 миллионов. Справа и слева от вас это наш Нил, или как древние египтяне его назвали Хаби. Самая длинная река во всем мире 6670 километров, из них 1500 километров у нас в Египте. Тут глубина 10-15 метров, а ширина 750 метров. И, конечно, сами постоянные вопросы у всех туристов. В Ниле есть ли что? Что? Да, правильно. Потому что у нас Кубания сегодня в Миле, в полчаса, это входит после обеда. Ну, конечно, в Миле есть крокодилии, но они только в городе Аслан. А что там есть в Аслане, там есть плотина. Там богиня любви, красоты и музыка богиня Хадхур. Потом поедем в Луксор. Но везде ваши вещи, которые вы не хотите, вы можете в автобусе оставить. Берите с собой везде ваш фотоаппарат и вода. Больше ничего не надо. В первом остановке сейчас, пожалуйста, лучше в кофтах. Потому что пока у нас есть холодный ветер. Здесь кондиционер в автобусе не работает. Поэтому вы не чувствуете, там у нас есть очень холодный ветер. Давайте в кофтах, пожалуйста. Ладно? Вот. Время у нас очень главное. Смотрите в вашем часе. Сейчас. Везде. 35 минут. Хорошо. Мы скажем, что мы приедем в храм Лендера через 5 минут. Значит, везде 20. Без 29 минут. Если батареяемся внутри храма, если батареяемся, в автобусе возвращаемся в 10 уровно. В 10 в автобусе возвращаемся. Будем внутри храма час 20 минут. Потом возвращаемся в автобусе, поедем в Луксор. Хорошо? Готовите ваши вещи, пожалуйста. О, здесь другой мир совершенно. Вон вдалеке храм уже видно. Конечно, друзья, природа очень сильно отличается от хургады. Здесь зелень, здесь птиц куча. Как говорит Валя, большая куча. Первые исторические развалины. Фундамент какой-то. Все в птицах. Везде поют птицы. Как вы уже слышали, гид нам сказал, что это самый первый храм. Один из самых старых. Ну, конечно, величественно смотрится. Смотрите, под ноги, потому что здесь неровная плитка. Ого! Нормально так. Впечатляет. Так, пока там гид рассказывает. Ух ты, чуть не упал. Зашел в одну из комнат. Где-то здесь алтарь был. Гид сказала, что это все строили рабы. На этих рисунках четко вырисовываются глаза, усы и с бородой. Хотя, наверное, это что-то другое. Так, и мы вышли, получается, на самый верх этого храма. Такие виды здесь открываются. Так, а наша группа... Блин, я потерялся опять. Наверное, туда. Гид рассказывает, что все знаки зодиака с Древнего Египта пошли, получается. Сейчас, я так понял, мы будем подниматься еще выше на один этаж. Напомню, здесь три этажа. Они, конечно, огромные. Если колонны 17 метров, то этаж, наверное, метров 20 получается. Только один. Вот это, ребята, врата, возле которых надо походить. И... Нельзя, да? Просто, просто. Не пускают. Ну, вернее, явно за 100 фунтов пустят. Вот возле них, если походить, то избудется желание. Любое желание. Я сейчас здесь похожу, загадаю желание, естественно. А вы пока пишите, угадывайте, какое желание я хочу. Или я не хочу, а загадаю. Так, вот вам эксклюзивные кадры Дендера сзади. Можно сказать, с тылу. Тоже в огромных фигурах. Видите, вон рисунки. Впечатляет, конечно. Итак, мы в Люксоре уже в самом. Непосредственно приехали в Карнадский храм. Это самый большой храм. Как нам сказали, самый огромный храм в мире. Здесь тоже билеты. Все уходит в стоимость экскурсии, ребята. Тоже металлоискатели и все такое. Так выглядят билеты в Карнадский храм. Их тоже, я знаю, люди некоторые собирают. И вот мы вышли уже на территорию. Огромная территория. Сейчас будем знакомиться. Напомню, я первый раз в этом храме. Вообще, на таких древних исторических... Пожалуйста, давайте со мной. Все, погнал я. Было здесь очень сильное землетрясение. Семь из половины баллов. Поэтому, когда будем внутри храма, вы будете видеть большинство. Часто храма сейчас встали в облаком состоянии. Это значит, я буду вам рассказывать, брат, самое интересное, часто храма, который в хорошем состоянии. Если я хочу вам рассказывать, брат, часто храма, который в облаком состоянии, надо здесь минимально два дня. Потому что, серьезно, храм очень огромный, очень большой. Смотрите. Перед входом, перед храмом, вы видите перед вами дорогу. А что эта дорога называется? Что вы думаете? Алия? Ага. Сфинксов. Наверное, вам сказали, когда вы будете в Луксор, вы будете видеть Алия Сфинксов. Это да, я не против. Алия Сфинксов находится здесь, в Луксории, но в Луксорский храм. Луксорский храм, это маленький храм, далеко отсюда, 3 с половиной километра. Там есть Алия Сфинксов, а который перед нами тогда, что это называется? Это называется Алия Баранов. А почему бараний? Потому что голова в виде барана и тело лва. А что обозначает баран? Что обозначает лев? Почему именно баран? Почему лев? Баран это символ бог благородия. Слово понятно? Благородие. Бог амон мин. Тело лва или лев это символ бог солнца. Бог амон ра. А если Алия Сфинксов, как выглядит тогда? Голова человека, голова Рамзеса и тело лва. Построили дорогу, которую мы видим, самый главный, самый важный фараон у нас. Фараон Рамзес 2. Наверное, вы заметили, что большинство статуи сейчас осталось только тело. Без головы. Голова нет. А почему голова нет? Потому что самый главный вопрос бра храма, сегодня вы меня не спросили, храмы, сколько ему лет, возраст храма. Три с половиной тысячи лет назад. Полтора тысячи лет до нашей эры. Поэтому мы уже материали с головы это через время. Люди у нас, они очень умные. Все они украли, бродали. Поэтому осталось только тело. Знаете, самый важный, в карнахском стране. Сделано это. Это какой материал? И что это за материал? Какие вы думаете? Это гранит. Это розовая гранита. Фараоник, горожон. Стоять, что на головы у него коронапласты на двер. Статуя Рамзеса. А почему сделали решетки, которые мы видим? Для вентиляции и солнца. Потому что здесь крыша была. Зал был закрыт. Вот крыша. Поэтому они сделали решетки, которые мы видим, телья воздуха и солнца. Если вы не забыли, ребята, скажите мне, пожалуйста, сколько колонн здесь есть? Стоять. Стоять тридцать четыре. Но надпусы везде. Смотрите, одинаково без разницы. Мы можем видеть, когда они приносили жертвопронощения, как везде. Давайте смотрите на вербом колонну здесь, направо. Вербе. Самый вербом. Мы видим, перед нами, фараоник, брожон, видя человек, с двумя рогами на голове. Вам видно? Две большиня рога. Он приносил жертвопронощения. А какие жертвопронощения здесь? Многое мне сказали, что это мороженое. Нет, это не мороженое. Это масло. А почему масло? Потому что деревцы египтияне сами вербе людей. Они выращивали сандалы бодирова. Сделали сандаловое масло и проносили масло в жертвопронощения. Скажите мне, пожалуйста, в первом остановке в храме Дендера я вам предупреждала про наши боги. А вы помните, сколько они? Молодцы. Но самое главное, которое вы видите перед вами, а в городе мертвых бог Анубеса либо бог Азириса, а второй бог у нас это бог Амон-Мин. Бог Амон-Мин это бог благородия. А как выглядит бог благородия, скажите мне. Баран. Можно видя барана, можно видя человека на одна рука и одна нога. Одну руку, одну ногу. Как я буду вам показывать сейчас? Смотрите, пожалуйста, не на первой, не на второй. Давайте на третьем, пожалуйста. Раз, два, три. Вот. Смотрите. Мы видим перед нами человек, который на одна рука. Вот этот бассейн очередной. А это бассейн Клеопатры? Бассейн Клеопатры. Почему-то все бассейны называются бассейны Клеопатры. 40 на 100 метров. Наполняется он водой из Нила. Видите, она зеленая здесь. Гид сказала, что есть какая-то подземная труба и сюда поступает вода из Нила. Здесь раньше, насколько я понимаю, омывались фараоны. Так, ну а мы с вами идем к жуку-скоробею. И вот вот этот жук-скоробей, вокруг которого нужно ходить 7 раз против часовой стрелки. Собака не смогла 7 раз пройти, в итоге отдыхает. Что я заметил, что все ходят против часовой стрелки, как сказал Агит. А почему-то ну я не знаю, наверное, с Китая туристы ходят принципиально по часовой стрелке. Видать, наверное, что-то знают. Может, для контрольного желания еще и по часовой пройтись. Так, чтобы наверняка. Честно, прошел 7 кругов против часовой стрелки и заходал 7 желаний. Вернее, 7 раз загадал одно и то же желание. Пожалуйста, вам собаки отдыхают. Как объяснил нам, объяснил Агит, это самый старый обелиск. Ему больше трех с половиной тысяч лет. Вот так он выглядит. Здесь таких обелисков было несколько, но они раскиданы по всему миру. обед у нас будет с прекрасными видами на берегу Нила. Вот в этом заведении. А все, я вообще потерял не просто группу, всех вообще потерял, не могу никого узнать. походу я остался без обеда, но сейчас буду лазить, потому что я куда не зайду, нету обеда и нету никакого. Какие-то административные помещения. Короче, я пошел не за теми людьми вообще. Все так быстро произошло, вот на таких лодочках мы переплыли получается с одного берега Нила на другой. Вот непосредственно на этой. Короче, прикольно получилось, что я зашел в какое-то здание, где музей проходит конференции, куча немцев. Ну, в общем, учитесь на ошибках других, а не на своих. Рекомендую. Если вдруг потеряетесь, я даже не знаю, что здесь делать. Хорошо, что у меня был интернет, связь со мной была. Так, а обедать мы будем вот в этом ресторане. Так он выглядит. здесь шведский стол, набираете себе еду сами. Сейчас посмотрим, чем они здесь удивят нас. Обед в этом ресторане выглядит вот так. Лепешка, курица, рыба пангасиус, картошка, я взял рис, не знаю, попробую то и то. Из овощей салат я взял, какой-то соус и на сладкое взял желе. Я называю так коллагенчик. Тут три вида желе и несколько этих с медом. Напиток, еще раз повторюсь, что берите с собой напитки, потому что здесь напитки стоит маленькая кола, 0,2 стоит 1 доллар. В общем, всем приятного аппетита. Так, друзья, очередная локация статуи Мнемона. Это был когда-то храм Мнемона. Огромная территория была в нем, но его разломали. Все полностью уничтожили, оставили только одни статуи. Пожалуйста. Гид говорила, что раньше в этих статуях были трещины и они издавали какие-то жалостливую мелодию такую. Ну, здесь можно сделать классные фотографии. Поближе сейчас подойду, покажу вам. Да, величественно, величественно. Ну, естественно, на статуях вон голуби гнездятся, где их только нет. А у нас с вами экскурсия продолжается. У нас еще несколько будет локаций. Я думаю, будет вам интересно. Мне тоже будет интересно сейчас я сделаю фотографии. У нас на эти статуи выделили 7 минут всего лишь. Так, я послушал гида, вам, естественно, все не снимал. Получается, что это храм Хачапсуд, который раскопали 90 лет назад поляки. Вот. Настоящий здесь только первый этаж. Второй и третий этаж восстановили по карте, которую там нашли в гробнице папирус на папирусе. И первый этаж сейчас закрыт. Он реставрируется. Туда нельзя не ходить и там нельзя снимать видео. Вот такие вот дела. О, опять баранчик. Вокруг здесь гробницы жрецов. Не знаю, видно вам или нет окошки. Вот. Сейчас мы поднимемся на второй этаж, не знаю, на третий наверное. Так, и еще одна, один зал, который доступен для просмотра. О, судя по всему здесь пожар был или шо. Все, дальше хода нет, это понял, да? Дальше личный покой. Так это надстроен. А все, там уже все и финиш. В общем, все, что было в этом храме, я вам постарался показать. Немножко даже рассказал про Хачапсуд. Выделили нам на храм Хачапсуд 30 минут. Ну, хочу сказать, все-таки стоя здесь побывать, потому что наверное в другом месте, в какой-то стране что-то подобное вы не увидите. Очень-очень впечатление оказывает достойное. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Субтитры создавал DimaTorzok